Самая добрая премия Новая Радио Эвордс Это музыкальный благотворительный марафон в поддержку фонда Константина Хабенского Сегодня самая добрая премия Нового Радио Вместе с благотворительным фондом, который я представляю Вместе с друзьями фонда, которые пришли на эфир на этот марафон Мне кажется, мы рассказали огромному количеству людей О том, как можно помогать И что не помогать и не участвовать в благотворительности Сегодня в благотворительности в нашей стране Это уже становится немножко некомфортным существованием в их личной жизни Вот мне кажется, мы сегодня идем в этом направлении Когда человек, помогая другому, качественно, мне кажется Изменяет свою жизнь Можете назвать топ-3 добронесущих артистов в России? Константин Хабенский Юля Пересель Я думаю, что это МОД Сережа Лазарев Наверное, Юлиана Караула Константин Хабенский Я знаю, что очень многие Вот после Мари Краймбери Я Александр Петров Константин Хабенский Мария Аронова Владимир Машков Все артисты, которые сегодня были на топ-3 Сергей Бурунов активнейшее участие принимает в благотворительной деятельности По вполне известным причинам Саша Петров И Константин Хабенский Кого еще мы не назвали? Василий Михайлович Сейчас назови одних, а другие обидятся Или по крайней мере я могу кого-то там просто не знать Поэтому самое главное, что люди делают добро Пожалуй, я назову Константина Хабенского С которым буквально несколько минут мы лично познакомились Большой человек, большой актер с большим сердцем Спасибо, что он делает эти благие, добрые, светлые дела Дай бог еще много раз в этом направлении посотрудничаем Топ-3 добродетеля в нашей стране Артист, певец, музыкант, актер Не буду называть, потому что их намного больше Каждый работает в меру того, насколько у него хватает времени Просто в связи с графиком Поэтому говорить о том, что кто-то это делает 30 раз в год А кто-то это делает всего лишь один раз в год Это неправильно В большинстве своем артисты талантливые Артисты от бога Они склонны к тому, чтобы отдавать Они для этого пришли в эту профессию Они когда выходят на сцену, они отдают себя И они потом получают обратно эту энергетику, эту энергию Не все это делают только для денег и ради славы В большинстве люди, которые пришли на сцену по призванию Они склонны, вот мы с Константином недаром это обсуждали Что очень много артистов именно находится в благотворительной сфере Именно поэтому, потому что они это чувствуют Потому что у них открытый, высокий порог непосредственности И ощущения мира вокруг, и поэтому они отдают Поэтому я не могу тройку назвать, их гораздо больше Что для вас добро? Надо понимать, что добро это состояние души Когда в человеке есть ресурс под названием любовь И он делится этим состоянием с другими людьми Я вообще радуюсь, когда люди наши разворачиваются в сторону добра Когда почитаешь соцсети, ты расскажешь Какие все злые ты мои Все это у нас какой-то сплошной хейт Ну нет, не хейтом единым, друзья Вот все равно Вот по злословии, да-да-да А вот пожалеть кого-то, ну многие могут И, наверное, большая часть людей именно так и реагирует Способны сострадать А что для вас лично важнее? Помогать деньгами, либо помогать словом и делом? И тем, и другим Всегда по-разному В какой-то ситуации ты можешь помочь только деньгами А в какой-то ситуации абсолютно не важны деньги Гораздо важнее твоя поддержка и любовь Финансовые знаки не излучают никакого добра Вот вы говорите, должны быть финансы Нет, это человек Который транслирует свою готовность, желание и умение Помогать в разных ситуациях Это не обязательно какие-то критические ситуации Это даже тот момент, когда он может спокойно выслушать другого человека Это тоже необходимо В моей жизни так много было людей, которые мне помогали Которые меня сделали тем, кем я являюсь на данный момент Это люди, которые помогали советам, помогали делам Помогали поддержкой, когда было сложно Это люди и в шоу-бизнесе, это люди и вне шоу-бизнеса Поэтому я стараюсь тоже всегда откликаться на какие-то просьбы Когда меня просят помочь Потому что я знаю, что это действительно помогает И это важно Важно протягивать руку помощи Мне сказали, что я очень помог Я стоял на улице, ко мне подошел человек И сказал, можно вас обнять Я говорю, ну я как-то Ну ладно, незнакомый человек все-таки Он говорит, понимаете какая штука Он говорит, я спортсмен, лежал в больнице И так случилось, что ко мне никто не пришел Я смотрел ваш сериал И благодаря ему я Вот как-то Вы мне помогли Спасибо вам огромное Я вас обниму И что-то даже, по-моему, прослезился и пошел дальше Вообще всегда нужно стараться совершать добрые поступки Но сегодня, когда нервы у всех просто наколены Когда пытались чудовищным терактом Просеять какую-то смуту в обществе Пытались нас всех разобщить Вот мне кажется, вот такая вот Вот эта эмоция, она должна быть направлена на любовь На любовь друг к другу Вот все равно какой-то выход же должен быть Вот давайте вот эту, не будем выплескивать агрессию Потому что, да, по-разному эмоции находят выход свой Давайте направим мы это во что-то благое В дела, в конце концов Не можете любить человека, который рядом Ну просто хотя бы делайте Уже несколько лет я сотрудничаю с фондом Константина Хабенского И каждый свой день рождения я делаю акцию Не дарите мне подарки, помогите другим людям Мы привлекли внимание к проблеме И многие люди поняли, что стоит донатить деньги Даже я задумался То, что, допустим, если я подключу себе какой-нибудь автоплатеж Там на 100-200 рублей, там на 500 в месяц Я не обеднею, но это может кому-то помочь И Константин Юрьевич Хабенский об этом говорил Да даже не на 100 рублей, даже на 50 И даже на 1 рубль автоплатеж уже это взнос Потому что, если все будут по 1 рублю донатить Все понятно, какой эффект будет Вы донатите? Ты донатишь? Да, ну, по крайней мере, сегодня мы перевели деньги А почему бы не сделать на постоянку это? Ну нет, это уж куда Мы постоянно переводим какие-то суммы На какие-то боготворительные Почему? Любые Боготворительные фонды Щедро оплачиваем в труд людей А, кстати, это безусловно, да Вот это, кстати, он хорошо подметил Мы действительно ценим очень чужой труд Естественно, что если люди как-то с нами взаимодействуют Каким-то, что-то нам помогает Мы никогда в жизни не плюнем И не, скажем, всегда очень от себя что-то даем Потому что, ну, это очень При условии, что у нас как бы есть возможности Поэтому мы это и делаем Я про это и говорю, что мне кажется Добро, сделанное там в одну сторону Оно всегда возвращаться может и с других сторон Мне постоянно возвращают потерянные вещи Кроме айпада, кстати, недавно вечериного Мне всегда, я не знаю, помогают абсолютно посторонние люди Что-то донести, что-то поднять, что-то сделать, что-то заказать Просто кто-то улыбнется на улице Понятное дело, возможно это Потому что узнали Но часто и бывает так, что ты видишь искренность в этом И видишь что-то честное, настоящее Поэтому у нас очень много добрых людей Очень много светлых поступков И самое время сейчас нам всем объединяться и заниматься такими вещами Сегодня добрая премия Что для вас добро? Это, мне кажется, такая инстанция, которую лучше не формулировать Это как любовь, добро Это, мне кажется, человек излучает Он это излучает либо с рождения Либо родители и близкие люди Помогают ему найти в себе вот эту грань добра Для того, чтобы излучать ее Поэтому добро как-то переводить на математический язык я бы не хотел Это человек, из которого это исходит Нужно ли артистам, медийным людям в социальных сетях показывать, что они совершают добрые дела? Нужно делать все тихо, то есть ничего не транслировать Тут такое тоже двоякая такая история Сложно С одной стороны, я понимаю, что поступок какого-то известного человека Он привлекает внимание людей И, может быть, кто-то так же и последует за ним Но это не должно быть все равно как-то крикливо Знаете, ты не показываешь Люди начинают тебя осуждать Ты показываешь, люди говорят, зачем ты это делаешь на показ То есть, понимаете, то, что у любой медийной личности Вне зависимости, будь то певец, актер и вообще кто угодно Он находится под пристальным вниманием Слишком пристальным вниманием И любовь любого фаната доходит в конечном итоге до уже до ненависти То есть это всегда вот такое И когда тебя слишком сильно кто-то любит Он уже одновременно тебя начинает ненавидеть Ты уже, наверное, больше человеческое качество Вот, и поэтому ты в любом случае будешь как бы Что бы ты ни сделал, это, ну, не будет расценивать все и каждый, что ты сделал Что точно правильно Да, но мы, в принципе, не очень активны в соцсетях Поэтому было бы странно, если вот такие вот неактивные в соцсетях люди Резко выкладывают, как они кому-то помогают Публично ли или тихонечко? Конечно, мы очень много делаем, я про себя говорю Очень много делаем, делаем тихонечко, не публично Ну, совершенно об этом никто не знает Оказываем адресную помощь людям и малоимущим И людям с ограниченными возможностями Я никогда не буду про это говорить Вот, знаете, вот этому человеку Есть какие-то акции, да, когда Ну, вроде бы как Вроде тоже неловко Как только ты озвучиваешь, что ты делал, благое дело С точки зрения духовной, оно перестает быть благим То есть как бы у тебя все это нейтрализуется сразу Типа ты ничего не делал, то, что ты озвучил Но я все-таки здесь, вот сама собой всегда спорю Думаю, если просто, многие люди, да, хотят делать, но они просто не догадываются А если ты вот таким образом подсказал им Что, ой, я тоже, пожалуй, в этом поучаствую Я тоже, наверное, смог бы это сделать Ну, не люблю выставлять на показ Ну, мне странно там Вот, здравствуйте, я сегодня там Другу помог Вот, там, дал ему пять тысяч рублей Или там, ну, не знаю, мне кажется, добро можно делать тихо Но, наверное, ну, ничего плохого в том, чтобы выставить что-то в соцсети Просто показать людям, что ты делаешь Давайте вместе, давайте помогать Может быть, это кого-то сподвигнет тоже помочь Делаешь по-тихому, считается, что не помогает Делаешь по-громкому, все говорят, что ты на этом хайпуешь Поэтому какое правильное решение, вот вы мне подскажите С одной стороны, артист-публичная личность, когда что-то делает Очень часто нам в спину потом летит Ага, ради хайпа, ради пиара Хотя мы это делаем, ну, зачастую Ну, то есть всегда, да, да, доброе сердце Зачастую просто нас, ну, неправильно воспринимают А если ты делаешь это вот как-то тихо, никому не говоря Могут обвинять в том, что ты не действуешь никак, ничего не помогаешь и все То есть надо, с одной стороны, постоянно кричать Я помогаю, я помогаю А если ты так говоришь, то тебя упрекнут в том, что ты на этом хайпишься Поэтому очень тонкая грань На мой взгляд, нужно делать просто аккуратно, не особо выпячивая это Благотворительность и добрые дела – это не соревнования И что все подобные истории, они созданы в первую очередь для того, чтобы каждый посмотрел на себя Потому что смотреть на других, судить других, решать за других, понимать, как другим нужно себя вести И с этим у нас, слава богу, все в порядке Тут нам учиться не нужно А посмотреть на себя, провести работу над собой и понять, кто ты есть, что ты есть И самому начать что-то делать – вот эта задача намного важнее Одна из главных задач этого марафона была показать, что каждый может принять участие И, как сказал, опять-таки, Константин, огромный процент материальной помощи складывается именно из вот этих маленьких частей конструктора Которые вносят, ну кто сколько может – 50 рублей, 100 рублей Я даже не могу вам сказать, кто к кому пришел Фонд ли к новому радио или новое радио к нам Но то, что мы нашли общий язык и то, что, как мне кажется, вот сейчас закончился марафон Но он еще продолжает набирать, набирать те средства помощи для фонда То, что мы нашли общий язык и то, что новое радио так блестяще все это организационно подготовило С нашей стороны все гости пришли, кого мы заявляли и кого мы заразили Идеей поучаствовать в благотворительном марафоне И вот мы сейчас сидели и придумывали еще дальнейший формат существования с новым радио и благотворительный фонд Мне кажется, что у нас первый блин комом не случился Вы довольны финансовым результатом? Вы сказали, что были переведены денежные средства Я уже доволен, потому что любые деньги, которые приходят для помощи в наш фонд Мы, мне кажется, достаточно умело ими распоряжаемся И потом рассказываем и показываем на сайте, куда, на что, для кого они пошли На данный момент, 20 минут назад, это было чуть больше 12 миллионов рублей Довольны результатом? Мы не просто довольны результатом, мы счастливы Мы находимся в состоянии шока, еще немножко все переживаем Потому что еще продолжаем бежать, марафон закончился, а адреналин еще не склынул Но мы счастливы, мы даже не ожидали, что так клево все получится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!